Здравствуйте, ребята! Я Тараш Тавуха и Ирина Викторовна. Вот уже более 20 лет Ирина Викторовна работает в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. Она посвятила всю свою жизнь обучению деток с нарушениями слуха. Таким ученикам подход нужен особый. Прежде всего, педагог должен обладать большим терпением, уделять внимание каждому ребёнку и вместе с ним рука об руку двигаться к маленьким победам. Это и смысл жизни тоже, потому что важно видеть результаты своего труда. И здесь, может быть, не такие высокие результаты, но мы их чувствуем, мы их видим, наблюдаем каждый день. Поэтому это важно. Конечно, радуюсь и наблюдаю за их успехами, поддерживаем мы с ними отношения. Приезжают в гости эти ученики. Это часть жизни. Личное качество учителя сочетается с профессионализмом. Ирина Викторовна постоянно проходит курсы повышения квалификации, старается использовать в своей работе разнообразные методики. Такой приём, как фонетическая ритмика, помогает обучать детей произношению. Особое внимание уделяется и развитию слухового восприятия. Кроме этого, педагог использует предметно-практическую деятельность. У нас есть специальные уроки предметно-практического обучения, на которых дети выполняют какую-то работу и сопровождают это выполнение работы отчётами. Они пишут заявки, они работают в группах, общаются между собой в группах. Также мы развиваем слух у детей, поэтому много работы за экраном. То есть, когда дети воспринимают фразы, речевые материалы на слух. И это даёт им возможность в дальнейшем лучше воспринимать речь слухозрительно. А после интересного урока можно немного расслабиться и поиграть. Ирина Викторовна на своих занятиях использует не только проверенные годами методики, но и современные технологии. Например, совсем недавно здесь появился специальный компьютер, который подарили в рамках проекта «Добра школа». На нём установлены различные развивающие программы, которые делают процесс образования интересным и увлекательным. Пожалуй, именно этот удачный баланс между игрой и обучением, а также разнообразие видов деятельности влюбляет детей в педагога. Нравится Ирина Викторовна. Интересно с учителем и во внеурочное время. На протяжении долгих лет женщина руководит в школе театральным кружком. Ученики ездят со спектаклями на всероссийские конкурсы и занимают призовые места. Педагог верит, что творчество даёт мотивацию и помогает преодолевать трудности. Свой опыт в этом направлении она изложила в пособии «Театральный кружок как средство социализации детей с нарушениями слуха». Наличие собственной методической разработки, кстати, одно из главных условий конкурса. Мы же показываем спектакли только своему кругу, детям с нарушениями слуха, опять-таки дети с ОВЗ и участвуем в таких конкурсах. Потому что всё равно их понять достаточно сложно. Нужно прислушиваться к их речи. У всех разные речевые способности. А здесь дети всё равно мобилизуют свои способности, вот эти речевые возможности, которые у них есть. То, чему их обучали. Грамотный педагог в системе образования всегда на вес золота. Особенно, когда ученикам нужен особый подход. На данный момент здесь обучается 89 детей с нарушениями слуха, речи и зрения. И каждый чувствует внимание и поддержку. Без особой любви добиться хороших результатов с нашими детьми – это очень сложно. Вот здесь в первую очередь, да, понимание, любовь, забота, ласка. Ирина Викторовна очень творчески подходит к организации образовательного процесса. И всегда у неё мероприятия и занятия проходят на очень профессиональном высоком уровне. В «Золотую тысячу» учителей России Ирина Викторовна вошла уже в третий раз. Она всегда с удовольствием участвует в конкурсе. Женщина любит покорять новые вершины. Когда проходишь строгий отбор, получаешь высокую оценку своей деятельности. Это мотивирует двигаться вперёд. В этом плане, конечно, конкурсы такие помогают учителю осознавать его такую значимость. Всё-таки для детей и для общества годы прожиты не зря. Если педагог – мастер своего дела, обучение интереснее, домашняя работа выполняется охотнее и результаты появляются гораздо быстрее. Это всё про Ирину Викторовну, которая своим оптимизмом и любовью помогает детям раскрывать свои способности. От своей деятельности она получает удовольствие и одновременно это тяжёлый труд. Но он с лихвой окупается успехами учеников и благодарностью в их горящих глазах. Мария Шумикина, Ле Косипов, Ольга Кириллова. Область новостей. Спасибо. Пожалуйста.